Штрафы и запреты, за что туристов теперь заставят платить на пляжах. Туризм. Штрафы и запреты, за что туристов теперь заставят платить на пляжах 8 часов. CC0, Пайксо-Бэй, Фадока. Девушка на пляже. CC0, Пайксо-Бэй, Фадока. Москва, 17 июня. Новости, Светлана Баева. Потные и почти голые лишь в плавках и купальниках туристы на набережных и в парках раздражают жителей курортов. В прошлом году в Геленджике даже создали компьютерную игру-галопузики, в которой каждый желающий может шлепнуть раздетого туриста. Судя по щечику, 70 тысяч виртуальных отдыхающих уже отшлепали. Некоторые аспекты пляжной жизни в России и других странах контролируются законодательно. О том, что запрещено на побережье, когда штрафуют за песочные замки и где проблемы возникают из-за купальника, в материале РИА Новости. Здоровый образ жизни на воде. Большинство запретов стандартны. На пляжах нельзя мусорить и распивать спиртные напитки. В этом году Ассамблея, законодательный орган штата Гоа в Индии одобрила поправку в закон о туризме. Употребление алкоголя, приготовление пищи и разбрасывание мусора в туристических местах теперь считается уголовным преступлением. Отдыхающим грозит штраф, если не оплатить, можно угодить в тюрьму. 1 февраля 2018 года, 012 и 26 туризм. В Таиланде запретили курение на пляжах. В России штраф от 500 до 1500 рублей могут выписать за курение на пляже, в кафе, ресторане. Но в некоторых заведениях общепита под открытым небом дымить разрешают. В Европе размер штрафа за курение в неположенном месте в зависимости от страны и предыдущих нарушений колеблются от 50 до нескольких тысяч евро. На одних европейских пляжах можно дымить, на других нет. В Италии курение запрещено, в частности, на 8-километровом пляже Бебиони, Венеция, на некоторых пляжах Сардинии, Лигурии и других. На летних верандах кафе и ресторанов в Европе против курения обычно не возражают. 21 мая, 8 часов. Новые запреты для туристов и местных жителей в разных странах. Штраф за пластик и песок. Во многих странах отказываются от пластиковых пакетов и контейнеров. В том числе в Таиланде на острове Касамит. Штраф до 500 евро полагается туристам, которые попытаются воспользоваться пластиковой одноразовой посудой на итальянских островах Тримете, их 5. То же самое с 1 мая на Кэпри, а с 1 июня на египетских курортах Хургада и Марсиалым. Таких пляжей все больше уточнита ситуация перед поездкой. В странах с богатым историческим наследием запрещено забирать и вывозить предметы, найденные на берегу или дне моря. В Таиланде, Египте очень строго наказывают за сбор, хранение и вывоз кораллов. Итальянский остров Сардиния славится прекрасными песчаными пляжами, поэтому власти запретили вывозить песок, отмечает Виктория Худаева. Это жестко контролируют при проверке багажа. Уже были случаи, когда туристов штрафовали. 9 августа 2018 года, 012.43 Туризм. На Сардинии туристы оштрафовали за собранный в бутылку пляжный песок. В японском городе Татари очень красивые песчаные дюны. Так вот, тут нельзя делать надписи на песке. На Испанской Майорке оштрафуют за возведение замков из песка. На филиппинском острове Баракай, куда ограничен доступ туристам, также стоит воздержаться от архитектурных экспериментов. Кроме того, там запрещены танцы с огнем и файер-шоу, курение, употребление алкоголя и пикники. В Доминикане нельзя трогать морских звезд и фотографироваться с ними. Кодекс поведения на пляже. Все эти запреты связаны с борьбой за сохранение окружающей среды. Есть специальный кодекс поведения на пляжах с международным сертификатом «Голубой флаг». Всего их на планете более 4,5 тысячи. Там нельзя мусорить, разжигать костры. В сезон ограничены все строительные работы, рассказывает представитель национальной организации и оператора программы «Голубой флаг» Галина Цветкова. Не стоит загрязнять воду, писающий мальчик под запретом, шутит она. На душевых кабинах рекомендуется установить специальный знак с перечеркнутым моющим средством. Шампунем лучше не пользоваться. 3 июня, 8 часов. Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами. По словам сотрудника одного из московских пляжей в Серебряном Бору, ограничения у них те же, нельзя употреблять алкоголь, разжигать костер, ломать ветки. Правда, домашние питомцы не под запретом. Без бикини и буркини. Внешний вид на пляжах тоже регулируется. Пока на российских курортах шлепают виртуальных голопузых туристов, в Черногории власти Будвы обсуждают купальники и обнаженный торс. Как рассказал РИА Новости член городского совета партии, Ира Блажурадженович, депутаты городского собрания предложили штрафовать отдыхающих за прогулку в общественных местах с обнаженным торсом на 500 евро, за появление в купальнике или плавках вне пляжа на 600 евро, а за принесенный на пляж обед на 700 евро. В Хорватии такие запреты уже ввели по просьбам местных жителей. 25 мая, 17.55. Власти Будвы могут запретить туристам ходить в купальниках вне пляжа. Естественно, наиболее строгое отношение к одежде в мусульманских странах – там наказания куда более серьезные. Но даже во вполне светской Турции можно столкнуться с неожиданными ограничениями. Так, например, летом прошлого года в одном турецком отеле россиянку Анастасию Монстович попросили убрать геолокацию к фотографиям в бикини, сделанным на пляже гостиницы, так как отель ориентируется на клиентов-мусульман. Два года назад на побережье Франции попробовали запретить буркини – мусульманский наряд для купания, но в конце концов отказались от этой идеи. А на нудистских пляжах нельзя находиться в купальниках. Есть даже специальные курортные комплексы, куда не пустят в одежде. Некоторые отели придерживаются полностью нудистского подхода, другие проводят политику от рассвета до заката, требуют гостям вечером быть в нарядах или одеваться лишь на завтрак и ужин в ресторане, поясняет Вячеслав Канышев, директор турфирмы, предлагающий поездки на нудистские курорты. Во Франции есть курорт, где не нужно прикрывать наготу даже при посещении ресторана, банка или полицейского участка. 3 июня 2018 года, 13.30 «Туризм голый завтрак и обед на Гешом» – лучшие пляжи мира для нудистов.